Спорткомплекс «Молодежный» уже стал этаким традиционным местом встречи сильнейших кудоистов Приморья. Ежегодно здесь на чемпионате и первенстве встречаются бойцы с различных уголков края с одной главной целью – побороться за путевку на чемпионат Дальнего Востока. Знаете, в крае кудо развивается очень хорошо. Видим это по ежегодным аттестациям. Это каждый год, два раза в год спортсмены сдают на пояса. И видно, что много людей заявляется. Рост идет и в городах, с ребятами, с руководителями общаются. Особенно много детей. Всего на татаме на этих соревнованиях побывало около 200 человек. Каких-то особых лидеров здесь не было, потому как все первые номера Приморья готовятся сейчас к чемпионату мира, который пройдет в Японии в декабре. Они на местный ковер не выходили. В связи с этим бои получились довольно непредсказуемыми. Во многих поединках после трех минут основного времени судьи не могли определить победителя и назначали дополнительное время. Таким напряженным вышел, например, финал у Егора Кистера из Владивостока и находкинского бойца Виктора Черкасского. Егор смог вырвать победу, как говорится, на морально-волевых, что и отметили судьи. У нас вышло дополнительное время. На дополнительное время мы не снимали. Ну, снимаем так, как было нельзя. Потом отдышка была жуткая. Ну, и все. Дальше-даше во втором раунде. Было так тяжко очень. Дыхалки не хватало. Зрелищными поединками отличались и женские категории. Слабый пол в бою не жалел ни себя, ни противника. Например, юная Анастасия из Находки раньше занималась танцами и плаванием. Но братья-кудаисты, так сказать, заманили ее в боевой вид спорта. И вот в свои 12 она уже чемпионка Приморья. Соревнования не первые, но на крае выступаю я впервые. Перед боем я разминалась. Стояла на лапах. Прорабатывала комбинацию ударов. Ну, мне бы хотелось выиграть чемпионат России по кудо. Заполучить черный пояс. Вообще, сами чемпионаты первенства Приморья – это начало нового соревновательного сезона. А, как известно, спортсменам всегда важен хороший старт. Всего же на этих состязаниях кудоисты разыграли 32 комплекта наград. Большая часть призовых мест досталась бойцам из Владивостока, Находки и Уссурийска. Уже в декабре они же попробуют себя на дальневосточном отборе. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. Дружно! Ура!